друзья мои всем привет всем огромный привет ну что ж у нас с вами сегодня очередной обзор на канал деревенский дневник очень многодетной мамы и канал мать-героиня мои хорошие как обычно будем с вами сегодня обсуждать последние сводки с полей а именно последний киношедевр поберухи да напоминаю вам о том что у меня появился телеграм-канал ссылочку обязательно закреплю в комментариях ну что ж лёлькин сегодняшний ролик вот-вот который только что вышел утро говорит лёлька не ранее но говорит я отдохнула надо думать друзья мои ролик говорит без монтажа начну снимать мол с утра ну а дальше приедет некий мужчина а еще говорит я буду наводить красоту а то говорит я сегодня выгляжу не айс вся запачканная грудным молоком я-то говорит знаю что от меня пахнет прокисшим молоком и демонстрирует свою вот эту грязную футболку там показывает оттягивает ее и так далее ну что друзья мои оказывается лёлька у нас уже футболках спит да спит футболки знает прекрасно что от нее воняет мне просто интересно это ж насколько надо не мыться душ не принимать да вещи не стирать чтобы от себя воняло прокисшим молоком я говорит сегодня не айс скажи пожалуйста а когда ты айс да вот мы тебя видим как правило практически всегда в разобранном виде крайне редко ты приводишь себя в относительный порядок далее далее реклама изиклина все как обычно все как всегда именно по этой причине кстати она вышла с роликом ну и что и показывает нам горитой посмотрите говорит вот тут детки мне значит стиралку то засунули ну понятное дело детки виноваты и черное и белое цветное конечно мол если бы стирала я я бы стирала как положено а кто мешает себе стирать мне просто интересно кто мешает себе стирать да значит сама детей нагружает всякого рода работой да и не может им даже толком сказать как надо правильно стирать ну вообще то да то есть если ты даешь задание детям ты должна их проинструктировать и объяснить как это правильно делается куда нажимается да где как какая температура выставляется а также если ты если бы ты действительно стирала то черное отдельно белое отдельно цветное отдельно и так далее ты бы и детям сказала о том как и что надо делать что и с чем можно стирать да что с чем стирать нельзя ну я прекрасно понимаю что лёлька сама знать не знает как надо правильно стирать по этой причине друзья мои мы не раз с вами наблюдали когда лёлька закидывала как раз таки в стиральную машинку все подряд что можно и что нельзя ну и соответственно откуда лёлькиным детям знать как надо делать правильно может быть это вообще она сама туда засунула ну и просто решила свалить на детей я кстати нисколечко даже в этом не удивлюсь ну и я смотрю на нее ребята она стоит возле стиральной машины наклоняется футболки и на минуточку в труселях да вы не ослышались она стояла возле стиральной машинки в ванной комнате в футболки и в трусах и когда она наклонилась да ну помимо того что были видны и и вот эти видны вернее и и целлюлитные ноги весь вот этот целлюлит вся дряблая кожа еще и была видна целлюлитная задница знаете сказать что я в шоке ребят это не сказать опять же ничего да ну понятное дело мы уже в каком только виде ее не видели то чего только от нее мы уже не слышали вот эти сиски вот это вечно знаете вот эту сиску сосок да вот это все вместе сиску не сиску сосисов ну да а вот свои вот эти вот оси да постоянно пихает показывает это кормление все вот в этих мельчайших ужасных деталях но когда она наклонилась была в трусах и показала свою дряблую жопу дряблую целлюлитную задницу ребят мне стало настолько противно вы знаете во первых от того что она позволяет себе подобные вещи выкладывать на всеобщее обозрение в социальной сети во вторых я подумала о том что дома ее дети в том числе да помимо того что дома девчонки есть еще и мальчишки но даже если бы вот дома были бы одни девчонки да то есть ты по сути ты же мать ты же мать которая подает своим дочкам пример как можно да ну и глядя на нее вот так же дочка саша скажет а чё а мне так нельзя ходить да но мы прекрасно понимаем да ладно про сашу разговора и сейчас я вести не хочу я говорю про поберуху ребят там дети там мальчишки она себе позволяет в таком виде была была рассекать по дому в труселях причем это не единожды я помню прекрасно как она таскалась такой знаете футболки такой слегка удлиненной да тоже там всяко разное нагибалась сгибалась и так далее все это в присутствии своих великовозрастных сыновей я еще тогда сказала я говорю боже как ей не стыдно но неужели нет никакого понятия да что можно что нельзя как надо правильно одеваться как надо правильно выглядеть как надо правильно себя вести я все прекрасно понимаю бывают моменты когда хочется да вот походить в том что вот в чем ты хочешь походить но одно дело когда ты дома одна и можешь расслабиться да расслабить так скажем волки другое дело когда у тебя дома полон дом народа полно полный дом детей, мальчишек. Ребят, это ужас какой-то. И она все это дело показывает и демонстрирует и так далее. Короче, потрясла своим целлюлитом, продемонстрировала себя во всей красе. Лелька, что-то незаметно, что ты похудела на 6 килограмм за неделю, вот не видно, ты знаешь. Далее Ой, говорит, я тороплюсь, приезжает гость. Лель, так чего ты торопишься? Надо было гостя прям в таком виде в этих труселях, да, и с целлюлитной жопой, прям вот в этом же виде надо было гостя и встречать в этих трусах, да, в непонятно какого цвета и вот со своей целлюлитной задницей. Далее, друзья мои, рассказывает, вот неприятно, сломалась сушилка, и вот, говорит, мы теперь вешаем белье в пристройке. Ну, я уже не раз видела, как они, значит, вешают белье в пристройке. Видимо, именно для этого дела и нужна им пристройка. Больше ни для чего. Ну, что, денежки собрали на пристройку, да, на стройматериалы, на ремонт, на, значит, работу мастера, да, и больше ничего не надо. Показывает тут же, Даня, значит, пылесосит, то есть дети дома, да, и как бы все, все дети дома, и она тут же показывает, светит свою задницу, бегает вот в таком вот, знаете, неприбранном виде. Выбежала встречать гостя, прям две, а вот ворота открыла, довольная, счастливая. Гостя дорогого усадила за стол, начинает его кормить, сама сидит и мед на столе. Ребята, оказывается, мед есть, представляете, да? Вот нет бы поставить этот мед тогда, когда детки сидят и трескают сухие блины, ну, или еще там что-нибудь такое сухое, да? Но перед гостем мед выставила, сырок нарезала, да, такая прямо вся из себя хозяйка, хозяйка, прям такая хлебосольная для всех, для кого угодно, да, для тех людей, которые ей нужны, но только не для собственных детей. Там кто-то успел урвать кусочек и благодарит мамку, друзья мои, представляете? Вот повезло-то деткам, да, сегодня. Может быть, смогут урвать по куску сыра, а также по маленькой ложечке меда, пока мамка тут обихаживает нового гостя. Новый гость. Кстати, тоже Александр, молодой достаточно мужчина, такой, знаете, поинтереснее всех Лелькиных товарищей, ну, опять же, понимаю прекрасно вкус и цвет, но лично мне так, по крайней мере, показалось, да, что Лелька рассказывает, рассказывает, говорит, вот у нас тут, ну, сыроварня не сломалась, просто, говорит, вот, она работает, но не держит температуру. Лель, во как, да? То есть приехал мастер отремонтировать сыроварню, друзья мои. Лель, то есть получается, у тебя сыроварня полетела, да? Ну, сломалась, да? Ну, ты сказала, она работает, но температуру не держит, да, и так далее. Надо ее починить. Так, получается, из-за сыроварни, из-за того, что на толком не работает, ты молоко выливала поросятам, да? А не из-за того, что все, всех продаю и так далее. Имейте в виду, что я говорю правду, поверьте мне, я вся честная, вот такая прямо чистая слеза перед вами стою и говорю вам правду и ничего, кроме правды. А вот как получается-то, ребят? Просто сыроварня сломалась. Поэтому и приходилось ей, опять же, выливать молочко поросятам. Такое было, кстати, уже не один раз, а мы все это прекрасно помним. В общем, да, рассказывает, приехал мастер и так далее. Это, говорит, друг моих друзей. Вы знаете, вот как ни послушаешь, вечно у нее все друзья и друзья друзей. Но потом почему-то получается, что все вот эти вот друзья друзей Лельку по полной программе на Е. Ну, это то, что она рассказывает нам сама. Своими словами, как говорится, через рот, друзья мои, да. Она говорит, вот я, конечно же, ему очень доверяю, очень он большой молодец. Ну, а далее, собственно, как и обещала, демонстрирует нам, как она приводит себя в порядок. Мастер по наращиванию ресниц, друзья мои, приехал делать ей ресницы на дому, да, может себе позволить, представляете, вызвать к себе мастера, по наращиванию ресниц, все у нее хорошо и прекрасно. Ну, мы-то эти ресницы уже видели несколько дней тому назад. Уже все это дело, все это дело, как говорится, благополучно обсудили. Но я к тому, что, понимаете, вот как удачно все складывается. Когда надо, она и выспалась, когда надо, она и отдохнула, да. И когда надо, ей приехали, и реснички сделали, и денюжки нашлись, представляете. Ну, согласитесь, все-таки, знаете, наращенные ресницы это не предмет первой необходимости. Ну, это мое мнение, да. То есть это не предмет первой необходимости тогда, когда ты просишь на все про все. Дайте подайте 12 тысяч на электричество, иначе электричества не будет. А не будет электричества, не будет домика у помощницы, а не будет помощницы, не будет у меня возможности работать и обеспечивать свою семью. То есть сама сброситься, скинуться на помощницу мне не в состоянии. На электричество тоже не в состоянии, а вот дайте подайте, да. Ну, а на реснички, конечно же, это святое. Точно так же, как и на педикюр, и на маникюр. Это тоже, друзья мои, святое. Нет, конечно, я не против того, чтобы женщина следила за собой и ухаживала, но не стоит забывать, что одно дело, когда ты делаешь это за свои деньги. И абсолютно другое дело, когда ты это все делаешь за деньги других посторонних людей. Ребят, вот такой у меня получился обзор. Пишите, что вы думаете по этому поводу, оставляйте свои комментарии. Всех целую и обнимаю. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok